Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Санж, и сегодня мы продолжаем рубрику декораций. Ладно, не будем тянуть, приступаем к видео. Сегодня я реализую идею моего подписчика и друга Чергинца, который предложил рок-декорации. Но в этом видео будет не рок, а музыкальные декорации. Итак, первая наша декорация будет ударная установка, ну или как её многие называют, барабанная установка. Итак, нам пригодятся заборы из тёмного дуба. Также, как видите, одну ступень из ревесины берёзы. Так, затем, немного багровых, багровых плит, которые мы втыкаем вот сюда. Так, затем, вперёд мы делаем ещё один барабан. Вот сюда задний блок, с помощью ткацкого станка. Так, чёрный краситель, белое знамя, следующее, белое знамя. Чёрный краситель и следующий узор, это чёрная кайма. И второе, это чёрная полоса по центру. Ставим сюда одну. Затем, сюда учредённую нажимную пластину, скобочков тяжёлую. Ещё одно белое знамя, вот сюда. Заборы из тёмного дуба ещё также, вот сюда. Сюда утяжелённую нажимную пластину, лёгкую. И сюда, и сюда багровую нажимную плиту. И мы получаем вот такую вот барабанную установку, ну или ударную установку. Хорошо, едем дальше. Следующая наша декорация будет киселофон. Так, нам пригодятся абсолютно любые доски. Самое главное, чтобы у этих досок люки были непрозрачные. Вот как, например, у люка из тёмного дуба. У него, да, вот, как видите, у него нету никаких дыр. Итак, ставим его. Вот таким вот образом. Затем сюда предрозрительный тёмного дуба. То есть сделаем такой, как будто бы стол. Затем сюда электрические рельсы. Один-два блока. И сюда вот такой громад, вот. И мы получаем вот такой вот киселофон. Хорошо, едем дальше. Следующая наша декорация будет пианино. Итак, для этого нам понадобятся ткацкие станки. Люки из тёмного дуба. Которые мы ставим вот сюда. Итак, втыкаем вот сюда люки. Делаем три, ну, возможно, четыре, возможно, пять блоков. Опять, конечно, маловероятно. Такс, делаем вот таким вот образом. Затем сюда также люки из тёмного дуба. В целом декорация она довольно простая. Но у нас ещё будет второй вариант. Такс. Это сюда, это сюда. Далее. Нам пригодится белое знамя. Итак, белое знамя, чёрный краситель. И следующий узор. Это, во-первых, чёрная кирпичная кладка. Во-вторых. Примещаем это сюда. Белые вертикальные полосы. Кайму. И закрываем всё внизу. Вот таким вот образом мы получаем вот такую вот имитацию каких-то нот. И мы получаем вот такое вот самое простейшее пианино. Это был простой вариант. А сейчас у нас будет уже вариант посложнее. Итак, для следующего варианта пианино понадобится забор из берёзы. Отступаем все два блока. Ставим ещё один. С моего два блока сюда ещё один. Сюда далее ступень неиспорированного чернокамня. Вот сюда. Такс. Это убираем. Нам ещё понадобится ковры чёрные. Далее делаем следующую вещь. А вот сюда ещё один блок. И ставим плиты вот таким вот образом. Затем сюда. И затем вот сюда. Так, нет, даже не так, а вот так. Так, это мы на один блок двигаем, соответственно. Вот должно получиться даже вот таким вот образом. Так, далее нам пригодятся плиты из берёванного чернокамня. Которые мы ставим вот сюда. Сюда рельсы. Сюда какую-нибудь сидушку. И затем сюда чёрные ковры. Вот сюда и также вот сюда. И мы получаем вот такое уже, так скажем, более красивое пианино. Или как там. Ещё вроде это, я даже не помню это как называется правильно. Пианино или рояль. Вот, ну а мы едем дальше. Следующей нашей декорацией будет электрогитара. Итак, для неё нам понадобятся... Гифы. Багровые гифы. Как они-то называются. Так, ставим их вот сюда. Далее сюда стойку для доспехов. Так, ровная поза. Полностью. Вот таким вот образом. Далее сюда немного вспомогательных блоков. Одеваем её в кольчужные ботинки и железный шлем. Сидим сюда пару блоков. Пару стен из красного кирпича нижнего мира. Так, сюда один поршень. Двигаем один раз. Двигаем второй раз. Это можно убрать. Это тоже можно убрать. И это также можно убрать. Так, далее. Затем нам понадобится знамя. Итак, берём ткацкий станок. Берём белое знамя. Делаем для начала Красную полосу по центру. Так, нам ещё понадобится узор знамени. Зубчатая кайма. Вот этот. Далее. Ставим его. Так, перед зубчатой каймой сначала делаем Красную кайму. Потом зубчатую. И потом сверху... Красные зубцы сверху. Ставим вот сюда. Это можно убрать. И мы получаем вот такую вот электрогитару. Хорошо, двигаемся дальше. Следующей нашей декорацией будет уже обычная гитара. Для этого нам понадобится шкуреное дубовое бревно. Делаем всё практически точно так же. В Грея эта гитара будет различаться только внешним видом. И так, ровная поза. Делаем всё то же самое. Те же самые вспомогательные блоки. Стены из песчаника. Поршень. Раз. Двигаем. Два. Затем сюда ещё один блок. Двигаем ещё раз. Это можно убрать. Это тоже можно убрать. Затем сюда снова ткацкий станок. Чёрное знамя. Делаем для начала коричневую кайму. Затем посередине коричневую полосу по центру. Коричневую полосу сверху. Берём это, ставим сюда. И мы получаем вот такую вот уже обычную гитару. Хорошо, двигаемся дальше. Следующая наша декорация будет арфа. Нам пригодится доски из древесины сосны. Ступени из древесины сосны. Так, сюда перевёрнутые. Сюда поставленные вот таким образом. Сюда люки из сосны. Сюда ещё один люк из тёмного дуба. Это мы закрываем. Так, сюда ткацкий станок. Так, сюда коричневое знамя. Белый краситель. Белые вертикальные полосы. Так, делаем таких два. И повторяем поступление немного иначе. Нам ещё понадобится серый краситель. И делаем коричневый скос. Так, сюда коричневые знамёна. Сюда коричневое знамя со скосом. Сюда люк из сосны. Так, сюда коричневое знамя. И сюда коричневое знамя со скосом. Ну, в общем, как бы... Ну, так скажем... Ну, как бы просто скос можно делать в другую сторону. Вот таким вот образом. В принципе, не суть важна. Поэтому ставим это сюда. И получаем вот такую вот арфу. Хорошо, едем дальше. В следующей нашей декорации будут колонки. Итак, нам пригодится магнетит. Люки из тюмного дуба. Мы их закрываем. Вот таким вот образом. Тут тоже. И тут тоже. И всё, наши колонки готовы. Кстати, если вы хотите декорации из данного блока, то давайте наберём, ну... Скажем, 7 лайков. И я выпущу декорации из данного блока, которые у меня сейчас находятся в инвентаре. Хорошо, ну а мы едем дальше. Итак, следующая наша декорация будет скрепка. Не, ну не тот, который... Вот эта вот скрепка, который уже давно куда-то пропал. А, вот... В смысле, музыкальный инструмент скрепка. Итак, нам пригодится доски из древесины акации. Стена из красного песчаника. Одна голова череп... Один череп скелета и сушителя. Затем седожелезную решётку. Хочет от этого вот смычка, или как он называется. Затем оранжевое знамя. Черный краситель. Так, для начала делаем черный столб. Затем черную полосу по центру. Оранжевую кайму. Далее, оранжевым красителем делаем оранжевый круг. Это помещаем вот сюда. Это также с другой стороны. Сюда люки из акации. И мы получаем вот такую вот скрепку. Хорошо, двигаемся дальше. Следующая наша декорация будет маракасы. Раз, два. Раз, два. И это всё. Да, это вся декорация. Ладно. Ну, мне надо же как-то растянуть, чтобы... А, всё, уже в эпизод вышло. Поэтому всё, двигаемся дальше. Следующая наша декорация будет барабаны. Для них нам понадобится бочка. Итак, ставим сюда бочку. Вот таким вот образом. Ткацкий станок. Белое знамя. А, так, нам ещё понадобится красный краситель. Ну, не обязательно красный, а в зависимости от того, что... Какой ковер у вас будет сверху. Например, у меня будет красный, значит, краситель нам также понадобится красный. Если у вас будет какой-нибудь, не знаю, там, бирюзовый, то краситель тоже бирюзовый и так далее. Итак, нам пригодится белое знамя, серый краситель. Для начала делаем серые вертикальные полосы. Затем вверху красные зубцы сверху. И затем чёрную полосу по центру. Это мы ломаем. Это ставим сюда. А, сюда. Сюда. И вот сюда. И получаем вот такой вот реалистичный барабан. Хорошо, едем дальше. Ну, а дальше, друзья, у нас конец видео. Что ж, я надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. Поэтому, что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии. С вами был снова я, музыкант Санж. Поэтому, что ж, всем удачи, всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.